На учёте в органах социальной политики Артёмовского района состоит 463 человека, относящихся к категории детей защитников Отечества, погибших либо пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. О мерах социальной поддержки данной категории населения представителям средств массовой информации рассказала заместитель начальника отдела семейной политики, социальных гарантий и организации социального обслуживания управления социальной политики номер два Надежда Пайвина, которая пояснила, что в Артёмовском городском округе создана Организация детей погибших защитников Отечества «Память сердца». Возглавляет организацию на протяжении многих лет Мария Шалаева. Для того, чтобы получить меры социальной поддержки, гражданин обращается в Управление социальной политики и предоставляет следующие документы. Паспорт, свидетельство о рождении для установления факта родственных отношений с погибшим участником Великой Отечественной войны, извещение о гибели либо смерти участника Великой Отечественной войны, либо архивную справку, подтверждающую факт гибели участника Великой Отечественной войны, либо признание его пропавшим без вести. При этом Надежда Пайвина напомнила, что выдача удостоверения о праве мерах социальной поддержки данной категории граждан действующим законодательством не предусмотрена. Заместитель начальника отдела семейной политики, социальной гарантии и организации социального обслуживания Управления социальной политики номер два подробно остановилась на мерах социальной поддержки, которые имеют граждане, относящиеся к категории дети погибших защитников Отечества. Они имеют право на ежегодную выплату в связи с годовщиной победы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. С 1 января 2022 года она установлена в размере 1 тысяча рублей. До этого она была по 500 рублей, в юбилейные годы также тысяча была. Кроме того, правительством Свердловской области утвержден порядок предоставления единовременной денежной выплаты для посещения граждан, относящихся к данной категории воинских захоронений времен Великой Отечественной войны, а также предусмотрен порядок предоставления путевок на оздоровительную поездку на теплоходе. Для того, чтобы получить одну из этих мер социальной поддержки, гражданам необходимо обратиться с заявлением Управления социальной политики, предъявить паспорт и приложить документы, подтверждающие их право на получение этой меры социальной поддержки. Заместитель начальника отдела социальной гарантии пояснила, кто именно относится к защитникам Отечества, дети которых имеют право на получение мер социальной поддержки. Они имеют право один раз посетить места захоронения своего погибшего в годы Великой Отечественной войны отца, предоставить документы и получить выплату. Для того, чтобы встать на учет для получения этой выплаты, гражданин обращается с заявлением, предоставляет сведения о среднедушевом доходе его, если он не много проживающий, либо его семьи. При условии, что среднедушевой доход не превышает двукратного размера величины прожиточного минимума установленным правительством Северовской области для пенсионеров на дату регистрации заявления с приложенными к нему документами, этот гражданин будет поставлен на учет для предоставления выплаты. По состоянию на текущую дату, прожиточный минимум для пенсионеров в Северовской области составляет 11 612 рублей. Выплата возможна при условии, если гражданин ранее не использовал такое право на получение единовременной выплаты. К заявлению граждане прилагают документы, подтверждающие факт гибели защитника Отечества и содержащие информацию о месте захоронения защитника Отечества. То есть это может быть свечение гибели, либо архивная справка, либо справка военного комиссариата, где указано, что отец данного гражданина, который обратился мерами социальной поддержки в годы войны, погиб, либо пропал, ну погиб, да, то есть здесь должно быть известно место его захоронения. И вот документально должно быть подтверждено, где конкретно это захоронение находится. Кроме того, необходимо предоставить документ, подтверждающий факт родства с погибшим защитником Отечества, а также документ о посещении места захоронения защитника Отечества. Размер такой единовременной денежной выплаты определяется по стоимости проезда на железнодорожном транспорте, в плацкартном вагоне пассажирского поезда, по корчайшем пути от места жительства участника посещения воинских захоронений до самого места захоронения, но не может превышать 7 тысяч рублей. Если захоронение находится на территории другого государства, то оплата производится по стоимости билета до последней станции, которая расположена на территории Российской Федерации перед пересечением границы. Еще одна мера социальной поддержки, которая предусмотрена для данной категории граждан. Дети погибших защитников Отечества имеют право на присоединить звание ветеран труда, если они являлись несовершеннолетними на момент гибели, смерти или пропажи без вести, участника Великой Отечественной войны, или родились в течение 300 дней со дня его смерти. И имеющий трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин. При этом, обращаю ваше внимание, что только к этой категории не предъявляется требование о наличии наград за заслуги в труде, которое является обязательным условием для других граждан, которые претендуют на присоединить звание ветеран труда. В Свердловской области есть еще одна категория, которая не предъявляется требование о наличии наград. Это граждане, которые в несовершеннолетнем возрасте начали работать в период Великой Отечественной войны. Однако на территории Артемовского городского округа граждан вышеназванной категории нет. Если у населения Артемовского городского округа возникают вопросы по получению мер социальной поддержки для данной категории граждан, то вы можете обратиться на консультацию в Управлении социальной политики по адресу город Артемовский, улица Наргетиков, дом 15 или по телефону 2-52-66.